Опра Уинфри в предстоящий уикенд присоединится к компании кандидата демократической партии Стейси Абрамс, которая баллотируется на пост губернатора штата Джорджия. За перипетиями борьбы за губернаторское кресло следят во всей стране, ведь Абрамс в случае победы станет первой афроамериканкой на посту губернатора штата. Опросы показывают, что у Абрамс и ее соперника-республиканца Брайана Кемпа равные шансы на победу. Опра Уинфри появится вместе с Абрамс на двух встречах с избирателями, а также примет участие в компании от двери к двери. Теперь к другим темам. Хэллоуинские торжества вчера проходили по всей Америке. С особым размахом наступление Дня Святых отметили в Голливуде, где прошел ежегодный хэллоуинский карнавал. Многие голливудские звезды тем временем поспешили отметиться на вечеринке, которую Хайди Клум устраивает вот уже 19-й год подряд. Сама супермодель прикатила на мероприятие в карете в костюме Фионы вместе со своим бойфрендом Томом Коллицем в образе Шрека. Модель актриса Падма Лакшми для выхода в свет выбрала костюм черного лебедя. На вечеринку также пришли модель Кэт Грэм, рэпер Айс Ти и другие знаменитости. Другие звезды шоу-бизнеса в соцсетях поспешили поделиться с поклонниками, как они отпраздновали Хэллоуин. Так Бейонс решила перевоплотиться в певицу Тони Брэкстон. Алик Болдуин с супругой и детьми примерили на себя костюмы астронавтов НАСА. Мирая Керри предстала в наряде медсестры, актер Нейл Патрик. На один день стал Зоро, а баскетболист Леброн Джеймс надел в этот вечер маску психопата Майкла Майерса из фильма ужасов Хэллоуин. В какой еще день, как не в канун Дня Святых, обнародовать список самых богатых покойных знаменитостей? По данным журнала Forbes, шестой год подряд этот список возглавляет Майкл Джексон, состояние которого спустя 9 лет после смерти певца оценивается в более чем 400 миллионов долларов. На второй строчке с суммой в 10 раз меньше, 40 миллионов, прибывает Элвис Пресли. А тройку лидеров замыкает гольфист Арнольд Палмер. В Лондоне прошла премьера драмы «Исчезнувший мальчик», главную роль в которой сыграла скороносная Николь Кидман. Картина рассказывает о подростке Джереди, родители которого в исполнении Николь Кидман и Рассела Кроу отправляют мальчика в закрытое лечебное учреждение, где практикуют экспериментальные методы по изменению сексуальной ориентации человека. Не стоит осуждать людей, которые проводят конверсионную терапию. Тут все очень сложно, ведь они искренне верят, что они пытаются помочь. Они делают это из чувства любви. Здесь важно знание и понимание вопроса, поэтому мы и хотели привлечь внимание к нашему фильму. Картина выходит в прокат уже завтра. И еще об одной киноновинке. На экраны также завтра выходит комедия «Дураков нет» с Вупи Голберг и Тиффани Хэддиш в главных ролях. Режиссером и продюсером фильма выступил Тайлер Перри. Создатель знаменитого персонажа темнокожей женщины Мидеи таким образом отмечает 25-летний юбилей своей творческой карьеры. Картина рассказывает историю двух сестер, одна из которых только что вышла из тюрьмы и теперь пытается защитить родственницу от неизвестного злоумышленника.